По субботам планирую про астрономию и, видимо, про Евангелие тоже будет. Следующий объект Блазер, в принципе, это вид Квазера, то есть это объект с переменной светимостью, но специфика какая, что он в центре галактики расположен всегда, поэтому тут однозначно считают, что это черная дыра. И высокий очень уровень там, то есть излучаемой энергии массовую, видимо, там, ну, то есть много вещества перерабатывается. Блазер, он характеризуется тем, что у него есть релятивистский джет, то есть из него исходит сильная струя плазмы, которая на сотни тысяч световых лет, она способна уничтожить все живое, то есть та галактика в центре которой Блазер, скорее всего, она безжизненная. Может быть там только на периферии, где-то вот где под луч Блазера все-таки не попадают звезды, может быть там только жизнь есть, что все звезды, которые под Блазер попадут, там все планеты просто выжжены. Огромное количество энергии выбрасывается. Сейчас известно около 200 Блазеров, но они обычно в центре эллиптических галактик, то есть в центре спиральных галактик Блазеров почему-то не бывает. Виды лацертиды, лацертида, она потому что первые обнаружены были в созвездии ящерицы, поэтому лацертиды и называется. Высокая переменность блеска, то есть в 100 раз может меняться светимость, быстро меняется. В лацертидах в спектрах преобладает все-таки свет, радиоизлучение низкое. Вторая группа, в принципе, это квазеры, оптические быстропеременные квазеры. Это квазеры, у которых сильный тоже радиодиапазон, то есть она в радиодиапазоне тоже меняет постоянное излучение. Ну и также сильная переменность блеска. Обычно у второго вида быстрее меняется даже блеск. Может меняться светимость, в течение нескольких часов меняется, либо десятков лет. Высокая поляризация излучения характерна и высокая скорость плазмы. Плазма в этом луче практически со скоростью света двигается. То есть все это означает, что луч быстро вспыхивает, быстро гаснет в некоторых галактиках несколько часов. И это галактическое явление, то есть в этой галактике полностью ядро этой галактики, оно резко вспыхивает, резко гаснет, излучает, выбрасывает плазму в огромном количестве. То есть в этой галактике страшная какая-то жизнь. Там не Солнце светит, а вот сам центр этой галактики с переменной светимостью резко светит на всю галактику. Первоначально их считали переменными звездами, потом доказали, что это прям целая галактика такая переменная. Ну и сейчас, да, считается, что это активное ядро галактик, то есть там в центре черная дыра, и объясняется по той же самой схеме, по которой объясняется светимость центром галактик. То есть что туда падает вещество, оно там разогревается и так далее. Но почему это все так вот переменное, я в тех источниках, которые у меня, я в ни одного объяснения не получил все-таки. То есть очень большой квазер, вокруг которого притянулась целая галактика. Вот что можно про блазера сказать.